Юные городошники только осваивают тонкости игры, которой по самым скромным прикидкам уже более 200 лет. Как правильно держать биту и какие фигуры выбить сложнее всего. Любимая игра академика Павлова не теряет своей популярности и сейчас. В усадьбе Ивана Петровича городошные турниры уже традиция. Я считаю, что игра городки очень тяжело играть, особенно в такую жару. У меня есть, в принципе, опыт двух игр. Мне нравится эта спортивная игра, развивает мышцы, очень влияет командная, можно одиночно играть. Веселая, в общем, игра. Городки – это не просто игра. Сегодня это самый настоящий вид спорта со своей федерацией. Правила незамысловатые. Нужно выбить битой специальной палкой из города, то есть игрового поля. Фигурки составлены из деревянных брусков. Это, если говорить просто, на самом деле у состязаний есть своя философия. Игра в городки имеет огромную историю. Даже сбитый полководец Александр Васильевич Суворов обучал своей игрой солдат. Вот она, координация и точность. Скажу так, что как именно вид спорта, городки появились в России с 1933 года. До 1946 года даже играли раз в 4 года, после 1946 каждый год. Скажу, даже хотели два раза вести в олимпийский вид спорта. А еще баталии с битой развивают зрительно-моторную координацию. Во время броска, как принято считать, задействуются все мышцы тела, что благотворно влияет на физическую подготовку. Здесь в музее-усадьбе играют и взрослые, и дети. Городочный сезон обычно открывается 12 апреля. А все потому, что этот вид спорта входил в программу физической и психологической подготовки космонавтов. В 90-м году мы уже начали играть в городки, потому что, вы знаете, какие-то 90-е годы были, туризм разрушен, музейная тишина, никого нет, шоковая терапия в стране. И вот пришла мне такая мысль развивать традиции Павловского дома. А Павлов же страстный городошник. Вот кто приходит, вроде бы критически настроенного, ну что там городки, настолько это увлекает. А Павлов-то это был вообще снайпер городков. Такой меткий удар был у Павлова. В музее-усадьбе Павлова играют городки до первого снега. В хорошую погоду соревнуются целыми семьями. Кстати, прийти можно и по Пушкинской карте. А по средам для всех школьников вход бесплатный. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».